Я сейчас был в Мариуполе. В Мариуполе я помню, когда там шли боевые действия, в 2014-2015 году, в тяжелейшем состоянии город. Сейчас там реально крутой мир Бойченко. Ну просто его не узнать. Реально центр полностью изменился, хорошие дороги. Хотел бы я, чтобы в Одессе десятая часть этого происходила. Но не крадут деньги, реально обустровывают свой город. Хотя никто денег не укладывает, потому что центральной власти почти никто про Мариуполь не говорит. Да, один раз был там президент Зеленский, но правительство не говорит. И более того, поскольку они перевыполняют бюджет постоянно, у них постоянно лишние деньги забирают, чтобы они там не зазнались. Так вот, я хочу сказать. Если в Украине было правительство, у Мариуполи финансировать было бы не, не добирали бы, а наоборот, 3, 4, 5 раз больше, чем сегодня. Почему в Мариуполе нет аэропорта? Бердянский, ладно, не можешь открыть Мариупольский аэропорт. Бердянский, 40 минут оттуда. Я вам гарантирую, дайте мне полномочия, за 3 месяца там будет новый гражданский аэропорт. Дайте полномочия реально нормальному человеку, который центральной власти, потому что мер не может этого сделать. Там же 6 месяцев можно обустроить все побережье и так далее. Я хочу, чтобы вы принесли Мариупольский торт. Занесли в студию. Они пытаются, стараются, вывернутся как могут. Вкуснейшее пахнет. Я его пробовал просто. У меня второй был дома, который я попробовал. Но я вам хочу сказать вот такое. Вы что, хотите, чтобы этот торт мы съели или Путин ел? Вкуснее киевского. Но поскольку им надо доложить, я сейчас смотрел, два сообщения. Первое. Мы перевыполнили бюджет первого квартала на 2,3%. То есть забрали последние деньги у Мариуполя, которые мы должны защищать, вся Украина, чтобы Путин не пришел, чтобы не взял остальное, не разрушил страну. Мы забрали деньги, отрапортовали. Там же сообщение НБУ. Настроение бизнеса резко ухудшилось в Украине. То есть люди, которые создают благо, вот это, маленький бизнес и так далее, у них настроение ухудшилось, а у чиновника настроение улучшилось. Они на 2% эту корову дохлую еще додоили и на 2% доложили перевыполнение плана.